Глобализация это не странная фантастическая сказка. Дело в том, что мы как страна, как СССР, страна, которой уже нет, уже это проходили. То, что Евросоюз говорят мы первые, они лукавят. Могу вам сказать больше, они врут. Потому что 15 союзных республик уже было. И мы жили под разными флагами, но объединенные, и ЦК КПСС у нас было совместно, и у нас было совместное управление хозяйством, все было. И пятилетки, и все у нас было. У нас была одна большая семья, и валюта у нас была одна. У нас уже был ЕС, только назывался СССР. У нас уже был, мы прям прошли. И самое-то смешное, прошли очень хорошо. Прям очень-очень хорошо. И дошли бы до конца. И может быть сейчас жили бы так же. Нужны были реформы, неглобальные все разорвать. У нас же мы все время пытаемся разрушить до основания, а потом сядем и подумаем, что с этим хламом делать. Так нельзя. Вот если бы мы тогда хорошенько подумали, тогда, наверное, было бы что-то, наверное, другое. Но мы это проходили. Глобализация так или иначе, она будет. Единственная глобализация, она внесет в себя, как и качественность жизни, общение, перемещение людей. Потому что, давайте говорить правду. Каждая страна придумывает свою конституцию и свои права для людей. Это великие придумывают. И каждая страна тут же в виде этих великих придумывает границы. Так, коль уж мы дети этой планеты, коль уж планета наша, по какому праву вы запрещаете мне, как ребенку планеты этой, путешествовать из точки А в точку Б? Только потому, что у вас есть правительство, у вас есть что-то еще. Ну да, ну давайте что-то с этим делать. Если вот такая глобализация, да, меня это устраивает. Но если это глобализация, когда открываются потоки для наркотиков, для террористов, тогда такая глобализация мне не нужна. Прям совсем-совсем. И я ее, как и многие, наверное, я боюсь такой глобализации. Я сегодня боюсь глобализации, которая происходит возле моего дома. Когда я выхожу и иногда полчаса, проходя вокруг моего дома, до магазина не встречаю ни одного русского лица. Если это глобализация, то мне страшно. Мне страшно как человеку, потому что полиции нет, их много. Иногда они очень-очень нетрезвые. Стройок просто рядом много. И на эти стройки набирают огромное количество иммигрантов. Я не знаю этих людей. Опять же, когда наше СМИ мне не говорит о том, что с ними все хорошо, с ними все нормально, я начинаю дико переживать. Прям дико-дико переживать. Если глобализация в этом, я против такой глобализации. Прям совсем-совсем против. Я хочу, чтобы она была узаконенная в этом случае. Но тогда я нарушаю первый свой тезис. Я дитя планеты, могу работать и перемещаться, где хочу. Вот так оно и работает, и не работает. Продолжение следует...